Я привезу подписчиков и зрителей канала, меня зовут Семён, и мы проходим с вами Heavy Rain, одну из самых знаменитых интерактивных драм игровой индустрии и, наверное, один из самых знаменитых эксклюзивов для PS3. Закончили мы на том, что в роли Скотта проснулись его, судя по всему, в кабинете. Давайте будем пытаться смотреть, что мы можем сделать. У нас есть вариант включить лампу. Давайте. Самый первый очевидный вариант. Работать без освещения неправильно. Теперь давайте заглянем, что у него в ящиках. Бутылка вискаря. Не вижу, какая марка. Давайте глотнем. Может, ему полегчает. Судя по его глазам и вздохам, да. Так, осталось посмотреть верхний ящик стола. Так, а можно ли выпивать и сразу использовать препараты против астмы? Думаю, можно. Астма очень неприятная болезнь. Так, еще в правой стороне тоже шкафчики можно смотреть. Значок полицейского. Воспоминания, флэшбэки, ностальгия. Я уже говорил, да, когда мы только познакомились с ним, что в основном сейчас детективы всегда бывшие полицейские. Пистолет. Проверил, положил. Так, ну и теперь, судя по всему, мы можем посмотреть, что у него за папка зеленая лежит. Материалы по делу? Подозреваемые или что? Расскажи нам, Скотт, что ты там листаешь. Ничего интересного? Да, видно совершенно ничего интересного. Встаем. Посмотрим его мысли. Понятно. Так, ну вариант садиться на диван, я думаю, бессмысленен. Давайте посмотрим, что у него в файлах. Ну так, посмотрел, говорит, о, у меня есть файлы, отлично. О, у меня еще коробка с файлами. А, прекрасно. Красно. Для чего это? В окошко. Да, льет дождь. Не люблю такую погоду дождливую до безобразия. Карта, которую мы видели в электронном виде у Нормана, но, в принципе, ничего полезного на ней тоже нет. Так, он сказал о том, что он хочет отдохнуть. Да, он бывший полицейский, причем заслуженный, с наградами. Неужели нам нужно просто пойти лезть спать? Давайте посмотрим, что здесь есть. Выйти мы не можем, и, судя по всему, это выход с квартиры. На кухне, холодильник. С надписью холодильник. Очевидное, невероятное. Что, мы мешаем пиво с виски? Не очень хорошо. Поэтому у него пузо такое пивное. Так, что здесь? Ну, вот эти, весьма бесполезные действия. Открыть шкафчик, закрыть шкафчик, согласитесь? Ой, шерил, беда к нам. Кого черт принес? Вы просили сообщить, если я что-нибудь вспомнила. Одна из материи жертвы, проститутка. Можно зайти? Конечно. Проститутка, это не мое отношение к ней, я его сказываю, а просто то, как мы видели ее за работой. Пальто. Позвольте повешу. Надо вести себя по-джентльменски. Выпить? Выпейте? Да, стакан воды. Пожалуйста. Сейчас принесу. Так, стакан воды. Где взять стакан воды? Так, а здесь что лежит на столе? Я что-то вижу. Газеты. И вовремя. Так, наверное, в этом шкафу лежат стаканы. Да, именно. Причем один граненый. Здесь под краном у них, наверное, хорошего дать. Что-то не то, что у нас. Так. Пожалуйста. Спасибо. Давайте мы тоже присядем, а все-таки ведем допрос, хоть и не формальный. А, я кое-что вспомнила. Может, это не важно, но в день, когда пропал Джонни, пришло письмо. Письмо? Что за письмо? Адресованное отцу Джонни. Не знаю, что было внутри, но он прочел его и ушел. И больше уже не вернулся. И вы думаете, что есть связь между этим письмом и смертью Джонни, так? Что вы еще можете сказать об этом письме? Не знаю зачем, но я сохранила конверт. Такой же, как у Итана. Так, обращаем внимание на Марку. Отправлено из района Карнаби. За день до похищения Джонни. Адрес. Ничего ценного. Разве что адрес. Адрес? Напечатан на старой машинке. Может, пригодится. Спасибо. Большое спасибо, Лорен. Что-то узнаю, позвоню. Стойте, я... Не могу просто сидеть сложа руки, пока вы ищете убийцу моего сына. После нашего разговора я все думала и... Я пойду с вами. Помогу вести расследование. Так куда тебе, господи? Вежливо. Вы не сможете мне помочь, Лорен. Это плохая идея. Поверьте. Если вы не согласны, я не отдам конверт. Все или ничего. А по сапатке? Так. Бессмысленно. Вы не в силах помочь, Лорен. Ничего не выйдет. А сколько у вас зацепок, мистер Шелби? Этот конверт может вывести вас на убийцу. Понимаю. Дурацкая идея. Не буду отнимать вас время, мистер Шелби. Стойте. Вы не такая, как все, Лорен. Что есть, то есть. Я просто мать. Мать, решившая найти убийцу своего сына. Так что, по рукам? По рукам. И что она будет, со мной ходить теперь, что ли? Постоянно. Видимо, да. Так, и куда мы едем? По адресу, с которого отправлен конверт. Но это было бы очевидно. И заметьте, я у нас это санкционировал внимание на то, что оно написано на старой печатной машинке. Так же, как и письмо, которое было написано Итану. Там стих был тоже, мы с вами об этом говорили, что старая печатная машинка. Уже зацепка. Кто в современное время использует печатные машинки, мало кто. Выходим. Правда, я не совсем понимаю, где мы. Какой-то дом. Охрана. Что-то серьезное. Оставайтесь, как вы в машине. Мы, напарники, забыли, куда вы, туда и я. Билет. Здесь какая-то вечеринка. Что-то я вообще не понимаю, куда мы приехали. Может, вы здесь нет? Что нам здесь надо? Поговорить с Горди Крамером. С Крамером? Владельцем Крамер Констракшн? С его сыном. Думаете, он мастер оригами? Пока я просто хочу задать ему пару вопросов. Так, мы в гостях у какого-то местного олигарха. Давайте послушаем идею Скотта на этот счет. Охрана хорошо отрабатывает свои деньги. Горди явно настроился гульнуть на всю катушку. Глупо было приводить сюда Лорен. Все же я привык работать один. Везде охрана. Горди просто параноик. Ладно, заходим. Судя по задним планам, ну какая-то свинкерская вечеринка. Ну и тусовка. Крамер ушел в отрыв. Интересно, много он в этом бабла вгрохал. Вкусы Крамера обсудим в другой раз. Какие-то паршие люди лежат на полу, бухают. Я поищу в городе Крамера. Оставайтесь и ждите меня. Ладно? Хорошо. Ну давайте в этом... В этом гнезде разврата надо разбираться. Привет! Классно туда! Они, по-моему, все под экстази. Привет! Новые лица. Я тебя раньше не видел. Что ж, давай познакомимся, приятель. О, вот это правильно. Ты супер творишь! Мой друг, ты вообще супер творишь. У моей работы есть и плюсы. Я нашел себе друга. Для чего ты его напоил, то хоть бы спросил, где Голди? Или как его там зовут? Этот мужик шатается здесь уже очень долго во все стороны. Такая классическая вечеринка. Виски чистые, безо льда. Почему бы не упустить момент и пропустить стаканчик на халяву, да? Хорошо. Так. Ну пошли дальше разведывать информацию, где может быть Горди. Или Голди, или Горди. Так, что здесь можно сделать? Ээээ... Не понял, ну ладно. Ээээ, друг, не выручишь манетки? Думаешь, я наркодилер? Отбали от меня! Не выручишь манетки, такое подовое слово. Так, ладно, выходим. Что там мы тут подзастряли, в этом углу? Кого еще тут можно спросить? На улицу можно выйти? Нет. Давайте здесь смотреть. Эээ, чувак, ты мне проход загородил как бы. Блин, а ему хоть бы хрен, он пляшит стоит. Ладно, пошли обойдем. Ага, и он ушел. Подошел, поплясал, ушел. Горди. Привет, я еще в Горди. Не знаете, где он? Он где-то промелькнул. Вряд ли ты его увидишь. Он редко тусуется с гостями. Да ну. Зачем тогда эта вечеринка? Сам и спрашивай. Хорошо. Ну как вы? Мне здесь очень не нравится. Что удалось выяснить? Уйди поскорее. Пока нет. Горди никак не найду. Но пойду искать. Терпите. Понять бы, что он хочет от него узнать, вот что интересно. Так, ладно. Может здесь какой-нибудь есть? Ага, тут вон второй ярус есть, да? Так, а меня наверх пустят, нет? Детектив. Не, просто Горди. Привет. Я иду в Горди. Горди никого не принимает. Боли. Купить. Смотри, мистер Франкен велит меня пропустить. Я тебе сейчас этот бумажник в пасть собью. Неудачно. Меня не купят. Если бы он один стоял, то тогда бы купился. Так, я до Горди Крамора не доберусь. Надо что-то придумать. Так, пошли посмотрим. Я еще эти коридоры не осматривал внимательно. Так, здесь сидит курит. Здесь что? Заперто, да? А здесь бильярдный стол и... На нем кто-то уже спит. Играть бильярд никому не интересно. Ладно. Так, ну, наверное, надо пойти поговорить с... Забыл, как ее зовут. Лорен, по-моему. Может быть, она нам чем-то поможет. Нет? И где прячется Горди? Наверху. И на страже стоят два громилы. Мне разобраться с ними? Эээ, да. Интересно, как? Двинете по башке кабулком? Я знаю, как! Как только они отойдут, бегите скорее на лестницу! Ну да, у нее таланты-то должны быть еще те искусственные. Стойте, Лорен! Как эпилептический припадок дергается. Ну что же это за охрана, которая так отвлекается просто на женщину? Один вариант не проканал, решил использовать второй. Красава, че! Как сказал бы Станиславский, верю. Так, быстро проходим за спиной. Хорошо. Так, наверх. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Эй, очнитесь! Вроде успели. Хорошо. Вот видите, не зря взяли Лорен с собой. А если бы отказали, вполне возможно, превышу, чтобы приходиться использовать грубую силу, чтобы пройти. Так, здесь окошко, может быть, открыть можно? Уберем ее с глаз долой. Нет, просто скопление машин на заднем плане. Так, сюда пойдем. Здесь неплохой вид открывается, ну. Да, это просто... Простите! Перебрала малость! Ненужный для нас коридорчик. Пойдемте в двери. Лорен там уже... От них отговорилась. Да, мы, видимо, прибыли по назначению. Уютненько, да, согласитесь? У них тут своя атмосфера. Мультики смотрят, сидят. Забавно. Давайте его допрашивать. Ты понял? Вообще пофигу на меня. Мысли есть какие-то узкода? Нету. Может быть, я не знаю, что телек выключить. Эй, дружище, обрати внимание. Мистер Крамер. Тсс, сейчас будет прикол. Представиться. Меня зовут Скотт Шелби, частный детектив. Я расследую дело мастера Оригами. У меня к вам есть пара вопросов. А я ему послали, он мультики смотрит. Что за мультик такой забавный надо скачать? Про поворот. Застаивать. Я бы хотел знать, что случилось с Джозефом Брауном. Пшивон, слышите? Убирайтесь отсюда. Изложить факты. Свидетель видел, как маленький Джозеф Браун садился в ваш лимузин. С тех пор его никто уже не видел. Я знаю, что вас арестовали и допросили, но один звонок вашего отца и дело закрыли. А что вы можете об этом сказать? Он заблудился. Я предложил подвезти его. Прибыла полиция. Я объяснил, что произошло, и меня отпустили. Вот и все. Педофил, что ли? Скептично. Не знаю. Почему-то ваша версия неубедительна. Довольно пороть чушь. Придумайте что-нибудь получше. На таких людей нельзя давить. Хорошо. Я мастер оригами. Я сажаю жертв в машину. Топлю в дождевой воде. Потом бросаю на пустыре с оригами, зажатый в кулаке и орхидеи на груди. А все потому, что... Мне скучно, мистер Шелби. А это оригинальное и необычное развлечение. Вы довольны? Или мне продолжить? Разговор окончен. Так, не понял. Уберите его! Вверх. Хорошо. Вверх. Право. Блин, не успел нажать. Влево. Вверх. Право. Квадрат. Треугольник. Хорошо. Еще разок. Трясем. Тогда уже третий этап слел подойти. Их было всего двое, по-моему. Трясем. Право. Хорошо. Вы ввязались в опасную игру Крама. Знаете, кто мой отец? Он шевельнет одним пальчиком, и завтра с утра вы не проснетесь. Это вам стоит бояться, мистер Шелби. Не мне. Ну, понятно, классический кайфажер, да, который живет за счет своих родителей, при этом кутит на всю катушку. Только я не понял, его слова насчет Мастера Регами были правдой, или он так просто выкаблучивался принимать это на веру. Я почему-то сомневаюсь. Потому что если бы нам открыли лицо убийцы так скоро, это было бы не в стиле Quantic Dream. Так, и судя по всему, мы будем играть сейчас снова за Эйтона Марса, и... Видимо, мы пойдем на новые испытания. Если мне память не изменяет, это будет что-то связанное с электричеством. То ли электростанция, то ли... Что-то подобное. Весьма неприятно. Будет процедура. Получили приз, крепкий орешек. Ну да, в принципе, как и в Фаренгейт, Quantic Dream. Среда. Выступает в знакомых для нее декорациях, грязные улицы, индустриальные районы. И самое главное, отвратительная погода, да? То есть, если в Фаренгейт непрерывно шел снег, то тут никак не хочет прекращаться дождь. В принципе, рука мастеров узнаваемая видна, даже если... Не знать о том, что разработчики это одна и та же команда. Так, старая заброшенная электростанция. Блин, ну здесь стремно как-то вообще. Пошли, ворота. Закрыты, открыты. Икс. Старая это старая, но вот другое просто заброшено или... Не получается? Значит, это должна быть или дырка, или забор какой-нибудь. Где просто какая-нибудь калитка заднего входа. Давайте искать. Так, что-то там... О, бабочка нарисована. Только сейчас обратил внимание. Бабочка. Фигурка оригамина, которой была записка, была в форме бабочки. Так, еще одна бабочка. Да, наверное, сюда и нужно пройти. Л1. Круг. Хорошо, хорошо. Если бы нам надо было нажать еще одну кнопку, было бы очень тяжело это сделать. Ой-ой-ой, аккуратнее, дружище. Так, ну пошли, вон, вход. Кругом эти бабочки, что это значит? Как подсказки, туда, куда нужно идти. Дверь. Заперта, да? Было бы странно, если бы не было. Да, ну, видимо, нужно идти по бабочкам. Так, здесь просто груда кирпичей. Здесь я бы нигде бабочек не вижу. Если я правильно понимаю. Да, здесь пусто. Так, ну здесь какие-то электрические ворота. У меня не током она не грохнет. Так, R1. Хорошо. Ну, понятно, почему здесь опасно, потому что здесь тысячи вольт. Так, если сюда пройти, там запято, да? Пошли сюда. R1. R2. Не очень удобно. Ну, терпимо, если учитывать, что время не ограничено. Так, мы здесь оставили свою кровь, это уже улика. Так что, если мы в роли Нортона или Нормана, или Скотта здесь будем, нужно будет на это обратить внимание. Так, бабочка слева. Значит, туда идти не надо. Так, пока не вижу больше никаких подсказок. А. Здесь вообще пусто. А что я ищу? Вход куда-то или что? Ладно, тупо ищем бабочек. Пока не вижу ни одной. Так, вижу вход и бабочек. Да, отлично. Надо было сразу сюда пойти, я что-то круголя даванул приличного. Надеюсь, открыто? Слава Господи. И не лень же было ему столько бабочек рисовать, да? Не просто маленьких, а прям здоровенных. Так, здесь уже какие-то элементы хоррора появляются. Здесь очень неуютно. Так, что это? Придется крутить самому. Даже можешь, 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 открывайся, господи. Да, фишка в том, что именно каждое физическое усилие нашего героя ощущаешь сам. То есть, чувствуется это именно вот этот физический стресс персонажа. Так, коробок спичек? Не понял. Ну, давай заживем. Сколько их там? Одна, две. Зажигаем. Трясем. Трясем. Зачем трясти-то? А, ну понял. Он просто посмотрел, что туда можно лезть. Л-1. Вижу. Ну, опасно, конечно, вот так лезть на обум. Мало ли, что там тебе положили. О, кто двери закрыл? Блин, это хоррор, реально хоррор. Двери, они должны закрываться сами по себе. Так, теперь я ползу сам. Той же кнопкой, что я и ходил. Так, что там впереди? Какие-то пауки, что ли, или что это? Это стекло? Это стекло. Это реально стекло. Да, это стекло. Вот, ублюдок, насыпал стекол здесь. Или не лень же было, да? Сам заползал, сам сыпал. Стекло. Битое стекло. Острое, как бритва. Назад пути нет. Придется ползти вперед. Попытаюсь ползти медленно, чтобы не так сильно пораниться. Так, ну ладно. Буду потихонечку жать. Не торопясь. Ну, берешь просто, мне кажется, его раскидываешь рукой. Рукавом вправо-влево и ползешь. Так. Налево, направо. Ну, очевидно, что... Направо, потому что там бабочка. Вниз. Пламя спички укажет, откуда идет воздух. Я смогу узнать, куда мне двигаться. Направо. Хорошо. Здесь у тебя восьмой очередная развилка. Там что-то лежит или, мне кажется, где-то среди стекол. Так, зажигаем спичку. Главное, чтобы они не кончились. Так, налево. Мне налево. Хорошо. Я вроде не быстро ползу, так что. Он не должен на меня быть в обиде. В принципе, он мне никаким образом не показывает, что ему больно. То есть, ну, слышно, но... Экран не краснеет. Так, очередная развилка. Зажигаем. Налево. Или прямо. Да не, вроде налево. Не-не, не прямо, друг, налево. Не-не-не-не-не. Че-то я совсем запутался. Он налево не хочет. Он назад ползет. Дружище, ползи назад. Да-да-да, правильно делаешь. Теперь налево. Че-то он не хочет налево поворачиваться, хоть ты убей. Только разворот делает. Тогда поползем прямо, если он налево не хочет ползти. Так, мысли какие у него? Где там спички? Крысы. Отлично. Если они забрались сюда, я смогу выбраться отсюда. Так, че-то я вообще не вижу, куда ползти, если честно. Налево мне нужно ползти. Но он не ползет налево. Он разворачивается назад. Ну и все, я понял. Ползем в обратном направлении. Не-не, назад, назад. Короче, или я топлю, или что. Мне кажется, что вот когда мы сейчас смотрим, направо там есть проход. По факту, видимо, его там нет. Поэтому поползли. И че ты не ползешь? Блин, я че-то совсем запутался. Так, вот сейчас по-хорошему мне нужно сюда. Да. Поползли. Свет указывает, что я иду в правильном направлении. Очень неприятный уровень. Их ранее не видно. Их ранее понятно, самое главное. Так, еще одна развилка. Давайте зажигать. Направо. Хорошо. Так, там вроде свет в конце тоннеля. Отлично, выбираемся отсюда уже. А то, если честно, я подзадолбался где-то от звука битого стекла и вот этих постоянных его стонов. Я надеюсь, я не назад приполз. Ой, хорошо. Квадрат. Икс. Блин, нифига у него каленки и сарапаны. Просто жесть. Ну, хорошо. Давайте я предлагаю, смотрю, по времени уже серия затягивается. На этом закончим. Будем продолжать шариться по этой заброшенной электростанции и, соответственно, выполнять второе испытание, подготовленное для нас мастером оригами уже в следующей серии. Могу сказать одно. Весьма неприятно вживаться у Рулитона, потому что ему приходится проходить, ну, назовем это в кавычках, всеми кругами ада, да? То есть страдать как телесно, так и душевно. Но в любом случае будем продолжать. А пока спасибо за внимание. С вами был Ани Бодиплей. Надеюсь, вам понравилось. Дайте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok